И всем привет, ребят, с вами Старвайка, я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему замечательному мега донатному аккаунту. И это всё дело посвящено не просто так. Сегодня вместе с вами мы получили на свой аккаунтичек новые гранаточки. Тыквенные гранаты, которые должны разваливать нереально жёстко. И сегодня мы их вместе с вами протестируем, посмотрим, что они из себя представляют. Сейчас быстренько их прокачаем. Я, честно говоря, не знаю их работу и механику. Вроде как они должны быть с поджигающим эффектом. Рассмотрим их, протестируем. Ну и если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Обязательно подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на терминерах салф на 20 тысяч таймкоинов. Для этого строгеров аккаунтики устанавливающие личные так-так-тепе. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заплатите форум, который есть в описании. Ну а мы вместе с вами пикаем быстрый бой. В принципе, не будем здесь никуда далеко ходить. Не будем ничего особо из режимов выбирать. Наша задача просто запикаться в катку и протестировать новые тыквенные гранаты. Которые есть возможность получить с хэллоуинской мини-игры у каждого из вас. Ну и посмотрим на то, как эти тыквенные гранаты работают. Да, что они из себя представляют. Насколько они вообще эффективны или неэффективны. Да, и какой в них есть плюсик. Так, первая гранаточка слабоватая закинулась. Я думал, что этот молодой человек так быстро на респик не уедет. Так, ну и будем стараться выжимать противника под респаунчик. Ну и там уже от респа, если что, будем вжаривать эти гранатки. И смотреть, как они вообще работают. Я, честно говоря, насчет этих гранат их механику не видел, как они работают, да. Вроде как это должен быть поджог. И осталось только лишь дать какую-нибудь хорошенькую гранаточку и посмотреть. Что она из себя представляет. И вообще, хороша ли эта граната. Чем ли она отличается от обычных... А, еще куда он был? Потому что у меня уже граната есть, оказывается. У меня не КД было. Так, проедем здесь. Аккуратненько так, беспалевно. Пытаемся накидочку сделать, но... Скорее всего, быстро разберут. Так, вот нам надо дать гранатку, где вот большое количество противников стоит в одном месте. Чтобы сразу это сработало очень неплохо и великолепно. Давайте попробуем. Сейчас по Шурику проехаться. Тут противник в одном месте стоял. Ага, уже не стоит. Я понял. Хотя... Сейчас через верх накинуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что это меня так расколбасило нереально жестко? Витамины поймал. У меня вроде облегчение на корпус не стоит. Чтобы меня так жестко переворачивало. Чтобы меня так жестко сразу в минус набрасывало. Ну ладно. Ну ладно. Давайте попробуем заехать. Хочу просто дать четкую гранаточку, чтобы она сто процентов сработала. Но как всегда, когда ты пытаешься выдать что-то сто процентное... Ух, ептить! Вот эту я дал гранатку вкусненькую! Вот это дал вкусняшку! Вот это я понимаю обзорчик на гранатки. Вот это контентика сейчас оформил. Нереально сильного. Стоит пять противников. Я не могу попасть гранатой. Ни в одного из них. А кидаю гранату просто выше. Это, конечно, было сильно. Это было очень сильно. Так, ну до конца боя я хотя бы одну гранату реализовать успею, надеюсь. Так, с респауна появляются наконец-то гранаты. Так, ну и наша задача попытаться их все-таки реализовать. Все-таки реализовать. Так, вправо там один тип стоит. Слева довольно неплохое количество противников находится. К хорошему нам бы по ним как раз-таки бы и зарядить. Ладно. Можем попробовать вот на этом противнике. На одном месте. Посмотрим. Ага, радиус слабой гранаты. Я понял. Даже при таком раскладе граната не наносит урон. То есть радиус гранаты довольно-таки маленький. А почему он такой маленький? Если она с эффектом поджога. Почему такой маленький радиус, мне непонятно. А, подождите. Может у меня еще она и не стоит, эта граната? Она же у меня может быть еще не установлена. Ё-моё. Там же, наверное, еще установить эту гранату надо. А я, наверное, накидываю обычные гранатки. Ой-ё-ёй, вот это я гений. Вот это я гений, конечно, ребяточки. Ну что, что я могу сказать? Ну профессионал он и в Африке профессионал все-таки. Здесь как бы, ну, говорить не о чем. Так, гранаточка накидывается. Вкусненькая. Сразу, сразу хорошенькая. Но она наносит полторы тысячи урона. И получается дополнительный поджог, да? Но противник у нас улетел нарез быстрее. Соответственно, посмотреть на реализацию поджога мы пока что не можем. Нам надо закинуть тогда гранатку как можно в большее количество противников. И тогда уже посмотрим. Так, вот, моя граната появляется сразу. Так, ну и куда мы можем тут закинуть? Такую, ага. Против... Опачки! Опачки! Моментальная срабатывала? Не понял. Не понял прикола. Она моментально срабатывает? Вот это контентик! Моментальная срабатывала? Это уже очень интересно. И сразу с поджогом, да? Боим, прикольно. Это не обычная граната. Которая ни о чемовская. Вот эта граната уже как будто бы... Имеет какой-то дополнительный вес. Ё-моё. Имеет уже какой-то дополнительный весик. Уже имеет какой-то дополнительный интересик. Когда ты накидываешь гранатку и она моментально срабатывает. Это уже смотрится намного-намного перспективнее. То есть мы можем вот так накинуть, да? Ух, шикарно! И сразу поджигалово! Уууу! Ну это контент. Не, ну это... Смотрите, сколько еще там поджогов. Сколько тиков еще сверху срабатывает. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не, ну это страшная граната. Это уже страшная гранаточка. Это уже сильная тема. Это уже темочка, в которой есть интересик. Это уже, ну, бизнес. Нормальный такой прям. Хорошая вещь. Под реализацию уже можно делать развалочку схождений, как говорится. Так, прожималого оудика. Вкусная. Противника контрим здесь. Бесшансовая контролочка. Так, ну и давайте попытаемся еще какую-нибудь одну гранатчику попасть. Пока у нас катка не закончилась. Но в целом мне уже такая тема нравится. Эта темочка уже выглядит интересненько. Интересненько, интересненько. Так, что тут? Давайте. А-а-а. Она от земли тоже моментально подрывается, да? То есть как только оно падает в землю, она сразу на подрыве. Я понял. У нее нет даже тайминга секунды полета. Ну, это интересно. Ну, в общем и целом я... Не знаю. Даже немножко удивлен. Даже немножечко удивлен от такой гранаточки. Но это явно интереснее, чем обычная стандартная граната. Это явно интересней. Это вещь. Это вещь, ну, с которой можно... Хоть какие-то интересные моментики придумать. С реализацией. И подраздать какой-то прям жесткой движухе. Когда она моментально падает и сразу подрывается. А, у нас уже катка закончилась. В этом есть определенный контентовый интерес. Пишите, что вы думаете по поводу такой гранаточки. По поводу суперподрыва. И поджигаловы. Моментально все-таки подрывало васрабатывает с этой гранатой. Поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok